Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 20 мая. Эфир канал РНТВ продолжает новости «Анапа. Регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшее время. Выездное планерное совещание. Городская планерка переместилась в станицу Анапскую. Крывые правозащитники в Анапе. Выездной рабочий день провели юристы на этот раз для анапчан. Об этих и других событиях подробнее. О том, как подчиненные исполняют поручения, глава курорта Сергей Сергеев узнает не из докладов чиновников, а от самих жителей. Сегодня глава города перед выездным планерным совещанием в Анапском сельском округе провел объезд территории округа и пообщался с жителями. Чем живет село, какие проблемы решены, а какие еще нет, знает Вадим Родин. Рано утром мэр Сергеев провел объезд Анапского сельского округа со всеми своими заместителями. Первая остановка у неработающего фельдшерско-акушерского пункта, которому, по словам председателя местного совета ветеранов Раиса Лукмановой, живущим в округе пожилым людям, очень не хватает. С сегодняшнего дня, чтобы работала здесь. Анатолий Каверин, председатель квартального комитета, обратил внимание мэра на необходимость поставить две новые подстанции. Мощностей здесь катастрофически не хватает. Этот вопрос будет решаться с руководителем Кубани-Нерго. Еще одна просьба хуторян – футбольная площадка для детей. В усатовой балке населения больше тысячи. И много ребят, которые хотели бы заниматься спортом. А рядом с таницей Анапской есть спортплощадка. Ее надо использовать по максимуму. Строительство площадки в хуторе зависит от возможности дальнейшего участия муниципалитета в краевых программах. Этот вопрос также на контроле главы. В станице Анапской глава посетил детский сад номер 40, где Роспотребнадзор выдвигает претензии из-за плохого асфальтового покрытия на въезде до школьного учреждения. Заведующую вот за этот въезд, вот за этот асфальт привлекают к административной ответственности. Как вы думаете, это справедливо, нет? У заведующей какие есть варианты? Нет, она может ободрать родителей и получить массу писем, жалоб и всего остального. Она может родителям сказать, дайте по 10 тысяч, мы сделаем асфальт. Где родители возьмут? Но ее привлекают к административной ответственности. Я слышал об этом два месяца назад. Вы увидел. За два месяца ничего не поменялось. Намек понятен. Ремонт улицы Мира, проходящий мимо садика, запланирован на второе полугодие этого года. Так что параллельно зацепят асфальтом и этот подъезд к детскому саду. В амбулатории станицы Анапской Сергеев осмотрел дневной стационар. Несмотря на многочисленные обращения станичников о необходимости стационара, этот вопрос не решался много лет. И только после того, как просьбу адресовали главе муниципалитета, он был решен. Сегодня дневной стационар в станице работает с полной нагрузкой. Подобные объезды сельских территорий Сергей Сергеев делает в своем рабочем графике традиционными, чтобы видеть и знать каждую проблему, не по отчетам подчиненных. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион. После рабочей поездки по социальным объектам Анапского сельского округа мэр города Сергей Сергеев провел выездное планерное совещание в Доме культуры Станицы Анапская. Проблемы станичников не остались без внимания главы города-курорта. Планерное совещание, как всегда, начали с информации о кадровых изменениях. Управление архитектуры и градостроительства возглавил Игорь Коломейченко, который ранее руководил Управлением по обеспечению градостроительной деятельности Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края в Анапе. Глава города Сергей Сергеев поставил задачу перед новым главным архитектором не допустить незаконного строительства на курорте. Традиционно ставили задачу на неделю заместители главы. По словам первого заместителя главы Светланы Яровой, сумма задолженности в городской бюджет по аренде составляет более 80 миллионов рублей. Поэтому поставлена задача составить четкий план, когда и как эти задолженности будут погашаться. Предоставление земельных участков со второго полугодия текущего года. Я имею в виду, что для того, чтобы не было ни для того неожиданности, максимальное предоставление земельных участков в аренду будет производиться с торгов. То есть приоритетом являются аукционы. Замглавы Михаил Баюр обратил внимание на повсеместный покос травы. Не только на участках, но и на прилегающих к домам территориях. 150 объектов незаконной торговли уже снесены, начиная от работы трейдовой бригады по выявлению несанкционированных торговых точек, доложил замглавы Юрий Поляков. Также будут усилены группы по работе с несовершеннолетними и соблюдению детского закона. Особое место в планерном совещании заняла тема незаконных мигрантов. Это что же происходит у нас? 15 апреля изнасилование, 8 мая изнасилование, совершаются преступления. Мы знаем, где эти гастарбайтеры. И мне начинают рассказывать. 286 протоколов составлено, направлено в миграционную службу и так далее, и так далее. Привлечение на работу в Анапу незаконных мигрантов преступление против курорта считает мэр города. Алчность, жажда наживы затмила глаза анапчанам, привлекающих на работу гастарбайтеров. А это уже настоящее предательство, считает Сергей Сергеев. Мы почему предаем друг друга-то, а? Это самое настоящее предательство. Мы чего ждем, когда нам места здесь не будет, уважаемые анапчане? Его уже почти нет. Они нас хватают за руки, за ноги и так далее. Я в пятницу возвращался с набережной домой. Полупьяные рожи. Они, послушайте меня, если они работают, да они должны приходить и падать спать. А у них хватает энергии еще до полуночи болтаться, а то и после полуночи. И вы посмотрите, когда насиловки совершены. Обе в 4.00 утра. Им уж на работу в 7 часов. Он не работать сюда приехал. По информации полиции, кражи и грабежи в большинстве случаев совершены мигрантами. Мэр Анапы поручил силовикам города выработать четкий алгоритм действий и построить систему, способную противостоять незаконной миграции. Сезон уже не за горами, а Анапа-курорт детский и безопасность гостей стоит на первом месте. Вадим Родин и Роман Карпов. Анапа-регион. Краевые юристы провели в Анапе прием граждан. Цель мероприятия – повысить юридическую грамотность населения в правовых вопросах. Алина Гумерова узнала об этом больше. Региональное отделение Ассоциации юристов России более пяти лет осуществляет свою деятельность на территории Краснодарского края. Организация помогает всем желающим получить квалифицированную профессиональную помощь юристов. Самое главное – бесплатно. Вопросы различного характера. В основном земельно-правовые споры. Это границы неустановленные, земельные участки, бытовые проблемы, защита правопотребителей, все что угодно. Татьяна Липко пришла на юридическую консультацию не одна. Жители одного из жилых многоквартирных домов Анапы давно волнуют одна проблема. Раньше их дом находился под управлением ТСЖ, а затем перешел в управляющую компанию, руководитель которой выставил вторичный счет за коммунальные услуги. Жильцы платить отказались, так как заплатили за них еще находясь в ТСЖ. Тогда руководитель управляющей компании подал в суд. Нас устраивает вполне ответ. Нам объяснили, как писать встречный иск. Нам объяснили, что наши интересы можем представлять не только мы, но и прокуратура. Выездные встречи для сотрудников ассоциации – полноценный рабочий день. В графике работы еще и проведение социально значимых проектов, таких как юридические олимпиады, различные конференции, круглые столы. Посетили уже многие регионы края, как то Новороссийска, Крымска, Сочи, Крыловские районы, Тбилисские районы, ну и многие другие муниципальные образования. Многие анапчане остались довольны оказанной помощью юристов в решении непростых и спорных вопросов. В дальнейшем организация планирует и дальше продолжать консультацию для анапчан. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. Детские общественные организации должны дружить. Под таким девизом 13 лет назад в управлении образования родилась идея создания фестиваля. Традиционный слет пионеров, представителей ученических советов, спортсменов, скаутов и волонтеров прошел в Анапе в сквере боевой славы. О том, как открыли первый фестиваль детских организаций, расскажет наш корреспондент. Фестиваль детских общественных организаций объявляю открытым. Под звуки гимна России в Анапе открыли очередной 13-й фестиваль детства. Вопреки суевериям, на слете непредвиденных случайностей не произошло. Все по плану торжественная линейка и напутствие молодым от почетного гостя ветерана Великой Отечественной войны Павла Тихоновича Кухоля. Мы, ветераны Великой Отечественной войны, верим в то, что вы будете достойным преемником всего лучшего, святого, что было сделано нашим народом. Уроки истории, литература и общество знания одновременно, прямо на линейке. И, конечно, награждение лучших в учебе, спорте и волонтерском движении антинарка. Серьезную работу активистов общественных движений отметили почетными грамотами. Оценили работу вожатых, специалистов по воспитательной работе и социальных педагогов. После торжественной части награждения дети возложили цветы и венки памяти к мемориалу. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. Детская школа искусств номер 4 Станицы Анапской закончила учебный год отчетным концертом. Подведение итогов прошло в Станичном доме культуры. Исполнители играли на фортепиано, скрипках, домрах, гитарах. Продемонстрировали свое мастерство хореографы и вокалисты. Вместе с юными воспитанниками школы искусств в мир музыки окунулась и наш корреспондент Светлана Авилова. За годы учебы в детской школе искусств номер 4 юные музыканты знакомятся с галантным Моцартом, атлетичным Прокофьевым, умудренным и философичным Бахом и другими композиторами. Арину Атанасян называют звездочкой школы. Маленькая пианистка творит чудеса, завоевывая на конкурсах различного уровня награды. Арина, главная героиня концертной программы, неожиданно попадает в другой мир. Мир музыки, где есть тоже счастье и радость, мудрость, вдохновение и другие человеческие чувства. Воспитанники школы оказались не только хорошими музыкантами, но и прекрасными актерами. Все концертные номера сопровождались театральными монологами. А победительница различных вокальных конкурсов и фестивалей Александра Раковская доказала, исполнить арию Дивы из кинофильма «Пятый элемент» ей тоже вполне по силам. Украшение школьных концертов – ансамбль народных инструментов «Тимония». Юные музыканты давно заслужили единодушное признание жителей станицы и города. Среди участников ансамбля создаются трио, квартеты. Очень понравилось зрителям выступление домристок. Гитара никогда не теряет своей популярности. Обучиться игре на этом инструменте ребята приходят к Николаю Анатольевичу Клименкову, за плечами которого большой опыт педагогической работы. Звучали также и электрогитары. Руководитель известного в России и за рубежом ансамбля казачьей песни «Соловейка» заслуженный работник культуры Кубани Ирина Базль, ребята, которые занимаются при школе искусств номер два, создала второй детский коллектив на базе детской станичной школы искусств номер четыре, имя которому «Ясочка». Ансамбль уже одержал победу на международном фестивале в Турции. По завершению концертной программы, юных музыкантов, участвовавших в этом году в городских, зональных и краевых конкурсах, наградили грамотами и памятными подарками. Светлана Авилова, Роман Карпов, Игорь Куршаков, Анна Порегион. На этом все. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. Во вторник, 21 мая, в Анапе будет малооблачно, чаще ясно. Температура воздуха днем 19-21 градус по Цельсию, ночью до плюс 17 со знаком «плюс». Ветер юго-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 19 градусов выше нуля. Далее блок «Полезная информация» от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.